В 1968 году в городе Сан-Антонио, штат Техас в США, два инженера одного из подрядчиков НАСА, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Фил-Рей и Газ-Роше, основали компанию Computer Terminal Corporation, сокращенно CTC, позже известную как Data Point Corporation. Компания начала заниматься производством компьютерных терминалов, устройств для ввода и редактирования текстовой информации на экране. Компьютерные терминалы заменяли собой громоздкие механические телетайпы. Изначально телетайпы это электромеханическое устройство на основе печатной машинки, которая позволяет передавать текстовые сообщения на расстояние, по проводам либо беспроводным путем. Компания CTC запустила на рынок ряд успешных продуктов, в частности компьютерный терминал Data Point 3300, впервые использовавший дисплей в качестве отображения информации, а не бумагу как раньше. Для разработки проекта CTC пригласила промышленного дизайнера Джона Фрассанита, именно он разработал компактный и функциональный корпус девайса, а позже будет занимать ключевые посты в компании. Однако по итогу Data Point 3300 не был надежным устройством и часто перегревался. Требовалось значительно уменьшить количество элементной базы на печатных платах. Напомню, что еще не существовало однокристальных однокорпусных процессоров, а потому вся логика девайса строилась на отдельных микросхемах типа TTL, производства компании Texas Instruments. В общем, в CTC ломали голову над тем, как же кардинально улучшить свой продукт. В это же время несколько молодых выпускников университета Кейс, Вестерн и Резерв Юниверсити в Огайо, Виктор Пур, Гарри Пайл вместе разработали архитектуру центрального процессора и набор инструкций для исполнения будущих программ. Кроме того, что процессор должен был исполнять широкий спектр программного обеспечения, по их задумке одна микросхема должна содержать в себе все необходимые блоки. Позже к ним присоединился еще один первоклассный специалист Джонатан Шмидт, который будет заниматься программным обеспечением и под руководством которого в будущем будет разработана локальная сеть ARKNET. Это конкурент сети Ethernet, которой мы сегодня все пользуемся. Вместе со своей идеей монолитной микросхемы они обратились к компании CTC, которая, кстати, очень заинтересовалась с проектом и задумалась о создании революционного компьютерного терминала, фактически компьютера с использованием однокристального микропроцессора. Все трое становятся сотрудниками CTC и приступают к реализации своей идеи. Чтобы вывести будущий девайс с новым процессором на рынок, CTC продвигала его под видом компьютерного терминала Телетайпа. Однако по воспоминаниям Фросонита, работавшего над DataPoint 3300, Газ Роше, основатель CTC, конечно же мечтал о персональном компьютере и, собственно говоря, его и сделал. В будущем он хотел заменить шумные Телетайпы и гигантские мейнфреймы компании IBM своим компактным и более доступным компьютером. Одно дело сказать, что ты хочешь конкурировать с IBM на рынке компьютерных терминалов и Телетайпов, но совсем другое было объявить, что я хочу конкурировать с IBM на рынке компьютеров. Заявить в открытую об этом было безумием для многих людей, в том числе и для инвесторов компании. В то время большинство людей и компаний не понимало, зачем вообще делать персональный компьютер и кому его потом продавать. Уже в 1969 году CTC привлекает 4 миллиона долларов инвестиций, что позволяет начать разработки новой архитектуры. Однако это была всего лишь реализация на бумаге. Теперь все идеи нужно было перенести в реальный кремниевый чип. Никакого опыта разработки таких микросхем у них не было, как не было и производственных мощностей. В то время только две компании имели достаточный опыт, чтобы потянуть проект такого уровня. Это Texas Instruments и Intel. Дизайн процессора был нарисован на двух открытках и представлен компаниям на совместном ужине. Роберт Нойс, президент компании Intel, в целом заинтересовался проектом. Однако он опасался, что однокристальная схема навредит продажам Intel. Клиенты Intel использовали свои собственные процессоры на базе множества отдельных микросхем TTL. А в качестве памяти покупали целую россыпь чипов от Intel. При использовании однокристальной логической системы приобретать дюжину микросхем уже не потребуется. К тому же заказчики Intel могли перейти к конкурентам и покупать память там. Ведь получалось, что Intel вторгается в процессорную сферу своих заказчиков. Как покажет практика, эти опасения не имели под собой никакой почвы. А Intel, подумав, все-таки согласилась поработать над сложной технической задачей. Проект получил кодовое имя 1201 и под руководством легендарного Федерико Фагена Intel приступила к воплощению проекта в кремниевом чипе. Кроме нового проекта от CTC Intel параллельно работала над своим первым 4-битным однокристальным процессором 4004, который в тот момент еще не вышел на рынок. В будущем Intel 4004 будет использоваться в микрокалькуляторе японской компании Busy.com, которая выступала заказчиком данного процессора. Для создания интегрированного кремниевого дизайна было решено огромное количество технических проблем. Федерико Фаген вместе с командой разработчиков и решали эти проблемы при производстве первых процессоров Intel. Через некоторое время дизайн микросхемы 1201 был завершен и Intel представила готовые схемы. При производстве и разработке дизайна микросхемы были допущены некоторые ошибки. В итоге Intel отложила выпуск собственной версии микросхемы и начала производить необходимые доработки. Что касается Texas Instruments, то они все же показали свой прототип чипа под названием TMX1795. То есть фактически Texas Instruments первыми выпустили 8-битный процессор, опередив Intel. Однако CTC отвергла чип Texas Instruments, скорее всего по причинам не очень высокой производительности. Texas Instruments захотела вывести процессор на рынок и позже он стал носить имя TMC1795A. Однако реальных покупателей так и не нашлось. Все-таки основное направление Texas Instruments в то время были калькуляторы и на нем компания и решила сосредоточиться. Теперь немного отойдем от основной темы и ответим на вопрос, кто же все-таки первым изобрел микропроцессор. На самом деле претендентов много и все зависит от того, что называть микропроцессором. Отдельные элементы процессора выпускались в виде россыпи отдельных микросхем и ранее. Однако некоторые логические элементы имели упаковку множества транзисторов в одном из корпусов микросхемы. Например, в 1969 году появился процессор AL-1 инженера Ли Бойзеля, который содержал целый блок ILU в виде интегральной схемы. Однако, как я и сказал, по своей сути это не полноценный процессор, а только арифметико-логическое устройство ALU без регистров команд. Есть много споров, кто же все-таки был первый в области монолитных процессоров. Некоторые считают, что это был Intel 4004. Другие же говорят о прототипе Texas Instruments TMX 1795. По некоторым данным, рабочие образцы TMX 1795 появились у компании CTC раньше, но зато Intel 4004 стал первым коммерчески доступным на рынке однокристальным процессором. В любом случае, я считаю, что не стоит выделять кого-то в лидеры, а кого-то в догоняющие. Микропроцессор – это плод совместных инноваций многих людей и огромного количества исследований, проб, ошибок и получения результатов. А сам термин «микропроцессор» был придуман в 1968 году компанией Viatron, но только не для какой-то отдельной микросхемы, а для целого компьютерного терминала System-21. Ныне же термин «микропроцессор» практически не используется. Руководитель разработки процессора Texas Instruments TMX 1795 Гарри Бун позже скажет, что Intel стоит отдать должное в политике и инновациях компаний в 70-х годах, которые породили индустрию микропроцессоров. Intel как минимум выступили драйвером ее скорейшего появления. Что же, теперь снова вернемся к разработке компьютерного терминала CTC. Просто без пояснения данного мной выше, тема не была бы раскрыта сполна. Так вот, в итоге CTC предложила Intel следующее условие. Заплатить Intel около 100 тысяч долларов за разработку процессора, и Intel в будущем также могла бы продавать процессор своим клиентам по лицензии от CTC. Разработка таких сложных микросхем, как процессор, дело не простое, а потому реализация проекта затянулась. Тем временем CTC решила создать свой собственный процессор на отдельных TTL микросхемах. А готовый девайс наконец получил свое имя – Data Point 2200. Это компьютерный терминал, а по сути компьютер впервые среди компьютеров для хранения данных стал использовать 8-дюймовые дискеты Sugar Associates. Плюс была возможность подключения жесткого диска на 2,5 МБ, а позже и ленточного накопителя. Логическая схема собственного производства, основанная на отдельных TTL микросхемах, позволяла достичь высочайшей производительности для того времени. Дизайн машины Data Point 2200 опередил свое время и очень напоминает первые IBM PC компьютеры, которые появились на рынок гораздо-гораздо позже. Тем временем в Intel продолжали работать над процессором и в 1971 году они показали готовый процессор компании CTC. Однако CTC посчитала, что уже слишком поздно. Да и к тому же их реализация на TTL микросхемах была быстрее, чем процессор Intel под кодовым именем 1201. Несмотря на то, что Гас Роше и Джек Фрессонита настаивали на том, что нужно сохранить интеллектуальную собственность на процессор 1201, в собственной компании их не стали слушать. Зачем оставлять себе устаревший процессор, тем более, когда уже прорабатывалась следующая, еще более производительная версия компьютерного терминала Data Point 2200 версия 2? CTC предложила Intel выбрать один из двух вариантов, или получить 50 тысяч долларов за свою выполненную работу, или забрать все наработки себе. Intel выбрала второй вариант, и таким образом все наработки и интеллектуальная собственность осталась у Intel. 25 мая 1970 года компьютерный терминал Data Point 2200 начинает поступать на рынок. Машины были дорогими, стоимость от 5 до 14 тысяч долларов, а потому был вариант пользования именно правах аренды. В качестве памяти использовались так называемые MOS микросхемы общей емкостью 8-16 килобайт. За аренду базовой модели компьютера с 2-мя килобайтами памяти нужно было платить 148 долларов в месяц, а за версию на 8 килобайт – 168 долларов. Если хотелось получить модем, то нужно было добавить еще 30 долларов. Компьютерный терминал стал настолько успешным, что компания Computer Terminal Corporation, сокращенной CTC, стала носить имя Data Point Corporation. Что же касается Intel, то компания продолжила работать над процессором 1201. И уже в апреле 1972 года Intel добавляет в свой каталог продуктов новый процессор под кодовым именем Intel 8008. Появляется и один из первых клиентов на этот процессор – это японская компания Seiko Holdings Corporation, которая захотела использовать процессор 8008 для своих научных калькуляторов. Несмотря на то, что Data Point 2200 использовал процессор на TTL-чипах, его архитектура была совместима с процессором 8008. Так начинается активное развитие процессорного направления компании Intel. Именно процессор 8008 закладывает основы самой массовой компьютерной архитектуры в мире под названием X86. После чего выходят более улучшенные версии процессоров Intel 8080, 8085, и они находят активное применение в первых компьютерах. И, наконец, 8 июня 1978 года на свет появляется 16-битный процессор Intel 8086, который дает название всей архитектуре X86. 86 – это две последние цифры в наименовании целого семейства центральных процессоров от Intel. Далее семейство 16-битных процессоров расширяется, и выходят Intel 80186, 80286, которые лягут в основу компьютеров IBM PC. А после этого появляются еще более знаковые чипы линейки Intel 386, 486. Компания AMD уже давно производила совместимые с Intel процессоры, по их лицензии начиная с модели 8080. Были и другие многочисленные компании, которые выпускали X86 совместимые процессоры, например, Cyrex, VIA, NEC, Zilog и т.д. Для того, чтобы отделиться от конкурентов, Intel перестает использовать обозначения из одних цифр, которые попросту нельзя запатентовать, а в результате появляется всем известная линейка процессоров под брендом Pentium. Что касается компании Datapoint Corporation, то позже Джон Фрассанита говорил, что отказ от интеллектуальной собственности на проект процессора 1201 стал самой большой ошибкой в бизнес-истории. Несмотря на рост компании, Datapoint Corporation уже к началу 80-х годов наметилась кризисная тенденция. На рынок вышел самый массовый компьютер стандарта IBM PC, сфера применения которого постоянно увеличивалась. Программное обеспечение также не стояло на месте, и новым драйвером стала небольшая компания Microsoft. К большому сожалению, к началу 80-х годов обоих основателей компании Philorea и Gas Roche уже не было в живых, и они никоим образом не могли повлиять на ситуацию. Новое же корпоративное руководство не стремилось адаптироваться к меняющейся рыночной ситуации. Плюс ко всему, из-за ошибок планирования при реализации и производстве продукции склады компании Datapoint были затоварены. В результате компания начала нести огромные убытки, и начиная с 1984 года произошел ряд поглощений, а позже уход с компьютерного рынка и фактическое банкротство. Компьютерный терминал Datapoint 2200 оставил большой след в компьютерной истории. Но самой компании не удалось правильно выбрать свою нишу и правильно позиционировать свои продукты. Функции Datapoint 2200 были ограничены его программным обеспечением и ориентацией на рынок компьютерных терминалов. У Datapoint были все шансы на воплощение идеи персонального компьютера в парадигме «компьютер в каждый дом», еще до появления сверхпопулярной линейки IBM PC компьютеров, первая версия которого вышла только 12 августа 1981 года. История персональных компьютеров обширна и многогранна, но все началось задолго до IBM PC, а именно в «Впрочем», про это я расскажу в следующий раз.